Мы приветствуем всех зрителей телеканала России. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, жители и гости Крачаева Черкесии. Завершается рабочая неделя, подходит к концу пятница. А в пятницу хочется отдохнуть, хочется встретиться с друзьями, посидеть в кафешке, выпить чашку ароматного кофе и послушать любимую музыку. Хорошие песни. Вот в моем понимании хорошая песня – это песня, которая идет от сердца, которая пишется от души. Это песня с хорошими, простыми человеческими словами. Песня о том, как мы с вами живем, песня о том, как мы с вами чувствуем. И вот мне кажется, что именно автор таких песен, таких слов и такой музыки сегодня в нашей студии. С удовольствием представляю вам нашего большого друга, известного барда, автора, исполнителя, участников многочисленных фестивалей и конкурсов Сергея Цыцепина. Добрый вечер, Сережа. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами, за то, что нашли время. Приехали к нам. Тем более, что есть о чем рассказать. Вы совсем недавно были вновь участником очередного песенного фестиваля, который состоялся в Армавире. Расскажите, пожалуйста. В Армавире прошел всероссийский, по-моему, 26-й по счету фестиваль авторской песни. Зимний большой фестиваль, на самом деле очень любимый жителями юга России. Людей много. С удовольствием езжу, большие друзья. Каждый год посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Фестиваль посвящен Высоцкому. Ну, на самом деле номинаций полно разных в конкурсе. И в этом году интереснейший испытал эмоции, как никогда. Потому что эти этапы, когда ходил в конкурс, какие-то звания уже, наверное, остались в прошлом. Неинтересно. В этом году пригласили поучаствовать в составе жюри в конкурсе. И произошло такое интересное событие. Во-первых, на фестивале было очень много детей. Ну, наверное, больше ста человек в конкурсной программе. И вот сижу я в жюри, отслушал краснодарскую, большую команду детскую. И тут заходит большое количество детей с аула Псыш. Клуб Эдельвейс. Впервые слышу. Под носом, под боком вырос шикарный коллектив. И на уровне других, вот, если скажу на голову, наверное, мало ошибусь. Руководитель Кульбакина Елена Анатольевна. Довольно высокий уровень при детской школе искусств. Аула Псыш. Ребята собрались. И вот как-то они два года занимаются. Участвуют в заочных конкурсах. В очных конкурсах съездили в Москву, в Кисловодск, по-моему. Ну, в общем, очень понравилось. И, ну, это был первый шок, когда я же даже не знал. А второй шок был другой. Там, как бы, висит список участников гала-концерта. А все звания, полученные, определяло уже второй тур. Я в первом туре прослушки был. Я посмотрел, ребят нет. И готовлюсь к своему выступлению за кулисами. И тут объявляют, что наши ребята получили гран-при. Самый главный приз. И почему-то такое счастье из-за наших. Редко так бывает. Ну, вот, очень здорово. Большие молодцы. Это повод познакомиться. Ребята из Победы вас. Это здорово, что вы представляете. Я думаю, обязательно надо позвать. Ребята просто позитивные, ну, здоровские. Классно. Пригласите, пожалуйста. Неожиданная информация, правда. Ну, вопроса два. Были ли еще встречи с давними коллегами по творческому цеху? То есть, удалось ли вам повстречать кого-то из своих старых друзей? И что вы исполняли на этом фестивале? Ну, конечно же, повстречал. Для этого же и едем повстречаться. Зимой же мероприятий мало. И вот Армавирский, это в гостинице, там целую гостиницу сняли. Все наши. И вот так вот с теми, с теми, с теми, с теми, со всеми нужно пообщаться. Конечно же, это встреча друзей с кем-то, не виделся год с кем-то, 10 лет. И вот получить эмоции, впитать как губка что-то новое, послушать, поделиться. Основные задачи таких мероприятий, мне кажется. Он исполнял фестиваль, посвященный Высоцкому. У меня есть песня, посвященная Высоцкому. Я ее там пел тоже. Ну, я надеюсь, мы и сегодня ее услышим. Конечно. В Армавире сквер У домов высоких В сторону направив Патиновый взгляд Памятник поэту Владимиру Высоцкому И деревья как Караул стоят Груз прожитых лет Давит нам на плечи Но не изменить Линию судьбы То ли человек Богом был отмечен То ли Божий Сын Человеком был В радость ли в беду Вечно жизнь не длится Для кого-то есть Повод погрустить Песнь твоя летит Над землею птицей Ты, Володя, жил Жив И будешь жить Много разных слов Сказано и спето Мало этих слов Пролетит сквозь дым Раз остаться смог В неушедшем лете Значит будешь ты Вечно молодым Все когда-нибудь Снова повторится И на пустыре Вырастут цветы Знаешь о земле Все быстрей кружится Кружит кто ее Может это ты Вы знаете, Сергей Когда Не видишь долго своих близких друзей Знакомых, приятелей То при встрече Обязательно спросишь Братан там Друг Товарищ Как дела? Как жизнь? Что нового произошло За то время Пока мы с тобой не виделись? И вот такой вопрос Мне хочется сегодня И вам задать Что в вашей жизни Случилось Произошло С тех пор Как мы с вами Познакомились Записали первую Программу телевизионную А это Немного Немало Был 2017 год Да, уже много лет назад И кстати Я тогда первый раз Попал на телевидение И очень боялся И очень готовился Ну, во-первых Вопрос прозвучал Как дела? С каких топор Я понял, что нужно Отвечать очень хорошо Как отвечаешь Так дела и будут Поэтому дела хорошо Ну, что Творчеством занимаюсь Потихоньку Написаны Какие-то песни Раньше были Теперь хочется Чего-то больше Идет Перестройка Трансформация Ну, сейчас Скажем так Все-таки Небольшой Наверное Застой Потому что То, что Писалось раньше Такого плана Уже Писать не хочется А, наверное То, что хочется Еще вот Где-то как-то Только Учусь Поэтому Ну, работа Идет Работа Обыкновенная Работа Внутренней В глубинке Русской Дом Стоит Саманный Над входом Виноградная Плетень Там по утрам В окон Старой Раме Сияет солнце Начиная День За горизонтом Сказочные Страны До горизонта Этот Старый дом А в доме Том Живет Старушка Мама И согревает Жизнь Мою теплом Пусть Кружит Жизнь В водоворотах Новых Прошу И знаю Просьба Просьба Не на вас Мама Ты будь Пожалуйста Здорова Мама Ты будь Пожалуйста Жива Нас не учили Мы учились Сами Любить И чувств Выражать Свои Как жаль Чтобы мальчишки Нашим Мамам Так мало Говорили Слов Любви Встречаешь У калитки Как и прежде Устали Ноги Старые Болят Спасибо За тепло Твою И нежность Ну Здравствуй Мама Я люблю Тебя Пусть Кружит Жизнь В водоворотах Новых Прошу И знаю Просьба Не на вас Мама Ты будь Пожалуйста Здорова Мама Ты будь Пожалуйста Жива Сергей Ну я все-таки Женщина И любовь Это неотъемлемая Часть моей жизни Ну в самом широком понимании Этого слова Про любовь Пишите Ну как про нее Не писать Ну во-первых Любовь же разная К родине К природе Или все-таки К женщине Конечно пишется Основная тема И я уже Наверное Может быть Даже говорил Вот много-много лет назад Что стараюсь Не писать про любовь Потому что про нее Как не старайся Все равно напишется Естественно Естественно Появляются Песни Про любовь Ну мы же Пришли сюда Научиться любить Быть любимыми Дарить свою любовь Ну что об этом Нужно разговаривать Писать И петь И петь Конечно же Но вы сегодня Исполните что-нибудь Об этом С удовольствием Тянется наше лето Много красивых дней Ветер качает ветки Тенями на воде Клоуны на ходулях В парке Гирлянды Нить Знаешь С тобой смогу я Целую жизнь Прожить Возраст Меняет внешность Души Не старит Он Все мы Грешим Конечно Счастья Большого Ждем Как и Кинзмараули Возраст Любовь Крепит Знаешь С тобой Смогу я Целую жизнь Прожить Души Хотят быть Вместе Им по одной Никак Возраст Не страшен Если 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 В руке Рука Губы Губам Прильнули Нет В поцелуи Лжи Знаешь С тобой Смогу я Целую жизнь Прожить Звезды Сияют Ярко Выпало Им Светить Двое Гуляем В парке Учимся Вновь Любить Если Приходит Чудо Не Отпускай Держи Знаешь С тобой Хочу я Целую Жизнь Прожить Тянется Наше Лето Много Красивых Дней Ветер Качает Ветки Тенями На воде Клоуны На ходулях В парке Гирлянды Нить Знаешь С тобой Смогу я Всю Свою Жизнь Прожить Мы с вами Познакомились 6 лет назад И на тот момент В вашем багаже Песенам Насчитывалось Порядка 70 Песен За эти 6 лет Ну так Если в цитерках Насколько Пополнился Ваш Ну знаете Если честно Совершенно Не люблю Считать Наверное Те 70 Которые были Из них Часть выбросилась А часть Заменилась И все равно Я остался Так же Ну это же Смешно Вот у меня Есть один друг И он считает Вот мы когда встречаемся Он говорит У меня там 235 Встретились Через полгода У меня там 284 И постоянно Сколько Я говорю Ты их все знаешь Он говорит Конечно же Нет Я не помню Но он их считает Четко Дотошно Сейчас у него Там около 500 песен И он очень стремится Эту 500 Написать Юбилейную Я не считаю Я не хочу Номера ставить На песнях Это же эмоция Души Поэтому Зачем ее считать Вот и все-таки Но исходя из того Что мы все Не помолодели Конечно Наверное Мировоззрение Поменялось В какой-то степени К чему-то отдаем Вернее Чему-то отдаем Уже Предпочтение Да Другим каким-то вещам Ну Ваша Творческая жизнь Что все-таки Произошло О чем вы Больше сейчас Пишите В связи с этими Событиями Конечно же Патриотика Ну Я если честно Стараюсь Про войну Все-таки Меньше писать Оно все равно Появляется И ребята Сейчас Очень дружненько За эту тему Взялись Поют Пишут Но стараюсь Меньше Так скромненько Скромненько По краешку Пройти Все-таки Военная тема В основном Любовь Хорошие Человеческие Качества Любовь Любовь Вот на тот момент Когда мы познакомились Вы были холосты Ну Все меняется Поменялось Что-нибудь В этом плане Правда Я вас поздравляю Пусть любовь будет Вашей жизни Всегда Шапочки Появится Лед На угрюмой Реке За горизонтом На севере Спряталась Вега Без опозданий Зима Началась В городке Грустные ветки Деревьев Привычная Слякать Дым из трубы Как и сто лет назад Сизовать Мальчик упал От досады Он хочет заплакать Зима Женщина В белом Шагая Улыбками Сыпет Дарит Случайным Прохожим Привет И тепло Мне захотелось Пройти с ней По снегу Со скрипом И за собою Оставить Цепочки Шагов Молча Идем Не бросаясь Словами Пустыми Дальше Пути Разойдутся К уютным Домам А напоследок Короткий Вопрос Ваше Имя Зима Если зима Начинается С радостной Встречи Легкой прогулки В душе Бубенцами Звеня Холод Зима 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 Редактор субтитров Вы абсолютно правильно заметили, что да, время поменялось. Мы сейчас живем в таких условиях, о которых, наверное, не то что мечтать. Мы думать не могли год назад, мы как-то вот окунулись в двух, в такую годичную пандемию, мы думали, что страшнее быть ничего не может. И вот новое испытание для всех, для нас, для страны, для каждого в отдельности. И вот бардовская песня, авторская песня, мне кажется, она все-таки набирает обороты. Да, наверное, стали больше об этом писать. По-разному пишут ребята. Наверное, те, кто находятся в зоне боевых действий, в зоне военной операции, у них свое видение. Те, кто находятся в мирной жизни, живут мирной жизнью, у тех другое видение. Как вам кажется, вот как человеку, который уже много лет варится в этом соку? Ну, я смотрю, вот, как я считаю, патриотизм до этих событий у нас был все-таки не на большой высоте. Когда начались боевые действия, мне кажется, песня начинает как бы поднимать патриотизм, направлено в основном на это все-таки. И пишут именно вот, ну, я не знаю, как даже это сказать. В зоне боевых действий, честно, не знаю, как пишут. Вот, ну, приходит у меня очень много друзей, и по каким-то телефонным каналам приходят новые песни постоянно, их много. Но, мне кажется, все-таки все направлены на поднятие именно патриотизма у населения. И, мне кажется, он поднимается. Поднимается. Ну, конечно, он не такой, как во время Великой Отечественной был. Это, по-моему, был вообще вершина патриотизма страны. Но в начале всех этих событий он, по-моему, был там, ну, очень низко. Сейчас вот планочка пошла вверх, мне кажется. И, мне кажется, заслуга творчества, вот именно культуры, поэзии, песен именно в этом они поднимают. Ну, а вы как человек уже, скажем так, взрослый, вы за это? За то, чтобы мы повернулись все-таки не к патриотизму, а скорее к мировоззрению, которое потихонечку меняется. Ну, мне кажется, нужно менять. Все-таки мы застоялись, и мы чуть-чуть развалились, наверное. Нужно собираться в кучку, все-таки быть дружнее. Тогда уж точно будем непобедимыми. Ой, мне очень хочется пожать вашу руку, правда. Спасибо большое за ваши слова, за ваше понимание, и за то, что вы делаете и пишете сегодня. Я от души желаю вам новых творческих работ. Я с удовольствием буду ждать вас в этой студии, не знаю, через год, через полгода. Через шесть. Может быть, и через шесть. Дай бог, чтобы все это состоялось, чтобы мы были живы-здоровы. А чтобы у вас вот в душе неиссякаемый поток был стихов, музыки, фантазии всяких, и чтобы в личной жизни все было хорошо. Пишите про любовь. Конечно, будем писать. Спасибо большое за пожелание. Вам тоже всего-всего самого-самого наилучшего. Спасибо большое. Друзья, я напомню, что сегодня гостем нашей студии был Сергей Зацепилин. Еще раз подчеркну, наш большой друг Барт Австер, исполнитель своих песен. Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»